Привет! Тебе нравятся распаковки и обзоры посылок? Любишь что-то мастерить и паять сам? Начинаешь программировать для ардуино? Интересуешься 3d печатью? Заходи и подписывайся на канал все сами! Всем привет! И вот у нас наступило время наконец-то проверить все находки из 91 выпуска за ноябрь этого года. Как вы помните находок было довольно много, много очень было компьютерного железа, телефонов, всякого короче разнообразия. Итак приступим сейчас проверять что работает, что нет, что хорошее, что плохое. Итак давайте-ка сначала начнем с крупного, а потом уже перейдем к остальному. Начнем пожалуй с автомобильного аккумулятора. Вот как вы помните был найден вот такой вот здоровый аккумулятор по виду 70 ампер часов типа альфа-лайна, но весь без опознавательных знаков. Так он заряжен уже, я его в прошлый раз зарядил, сейчас просто мы проверим нагрузку и емкость. Так 12,9, так 200 ампер, если будет в районе десяти с половиной, то нормально, если ниже, то так себе. Так, ну даже 10,7, смотрите, нормально. Есть у меня еще 400 амперная, но я боюсь здесь все нахрен расплавить, если такой нагрузкой его нагружать. Так еще раз. Смотрите, почти 11 вольт, нехило. Значит аккумулятор вполне работоспособный. Интересно, зачем же его тогда пытались сковырять, открывать крышку, если в принципе нагрузку он держит. Так, вот 400 ампер. Страшно конечно такую нагрузку сейчас давать на такие хилые крокодилы. Должно быть не ниже 9. 9 вольт, видели? Вот такой аккумулятор в принципе работает, сейчас осталось проверить емкость. Блин, прошла уже минута, я не могу до сих пор снять эту штуку отсюда, он такая горячая, прям охренеть. Так, как обычно емкость мы проверяли вот этим прибором, и то разрядить полностью почти не удалось, потому что нужно было уйти, аккумулятор почти разрядился, но он показал аж целых 40 ампер часов. То есть больше половины емкости на 5 амперную нагрузку, а он у нас ну наверно 70 или 65, то есть вполне работоспособный еще аккумулятор. Год кстати, год, я забыл видео показать в находках, когда его снимал. Ну возможно вот это, 15 год, то есть он еще не совсем-то и старый. А здесь же у нас есть 14-13, но это не может быть у нас 14-13 месяца у нас нету. То же самое у нас нет 14 месяца, если бы мог быть 2009 год вот допустим. Короче, вполне еще работоспособный аккумулятор. Так, следующий претендент на проверку будет у нас вот этот пылесос Samsung, у которого вот здесь сломано крепление вот этого контейнера. Так, включили и загорелось. Скорее всего он наверно у нас включится. Да, он включается, но ни хрена никакого всасывания нету, потому что здесь он у нас не герметичный. Так, ну понятно, сам работает, это уже хорошо, надо только отреставрировать вот эту вот защелку. Но там какие-то кусочки есть внутри, то есть возможно установить можно. Так, следующим претендентом на проверку будет у нас вот этот МФУшник Epson RX 520. Так, подключили, нажимаем кнопку включения. О, включился, включился. Думать довольно долго. В общем, здесь немного. Блин, как вот здесь. Блин, как вот это. Блин. Блин, как вот здесь. ошибка и 01 черный картридж пустой интересно ошибка это означает только это как здесь это определить то вот такая вот беда ну чего блин и ну да по виду легкий вот надо где-то раздобыть картридж и будет ясно а так включается и работает вроде как так что у нас еще было найдено вот такая вот куча телефонов мобильных и двое часов mp3 player да надо будет их все заряжать и проверять конечно интересны ли они кому-то но все же начнем самсунга вот с этого включаем включился уже разрежу так нашлось быстро звоним пока не сел так задолбался он отправлять кто-то сообщение вечно так звоним телефон samsung красный и старый так связь работает но у него ужасно трудно вот эта кнопка снятия трубки действует так этот откладываем рабочий следующий будет у нас вот этот nokia express music там окажется чья-то мегафоновская сим-карта стоит и чуть-чуть шаровидный аккумулятор я поставил сим-карту но с ним вот такие проблемы на дисплее ничего нету и аккумулятор уже разряжен хоть к индикатор уже заряжен не знаю ничего нету вообще это позвонить куда-то удастся хочу такая неполадка вообще не работает дисплей понятно отправляем его в нерабочие так следующим у нас будет вот это вот такая древность включаем о повреждение дисплея но неудивительно здесь такая трещина так я что-то забыл еще два телефона есть вот еще родово есть их тоже надо будет проверять вот короче что у нас получается телефонов у нас еще больше так внимание он запустился пробуем быстрее звонить пока он не сел так звоним ну позвонить очень старый телефон nokia ну короче он работал но отрубился но звук был я слышал у него ужасный аккумулятор но звук был значит сам телефон работает но эти ссадины не сверх катастрофа так эти два работают этот не работает так ну давайте чем-нибудь из этого проверим допустим вот этот древний алкотел пробуем уа включился да думает он очень долго так нашлось быстрее звоним так вроде идет телефон алкотель работает да работает так в рабочий откладываем так следующем у нас будет вот этот авторитет в идеале так пробую включать батарея но он включился ну блин наверное не хватит нет вроде как-то включился смотрите пробуем звонить надеюсь хватит хоть на один вызов что-то он весь не перезагружается что-то подождите телефон сименс раритет раритет работает ни хрена себе состояние почти нового посмотрите здесь 2002 год настроен так но этот сам хорошем состоянии всех но еще есть в хорошем состоянии это вот этот флай давайте-ка мы его сейчас проверим есть такой здоровый аккумулятор с будем заряжать так включаем и у него расквашен дисплей не знаю что там у него сейчас показано можно ли пробовать звонить хрен его знает ну или чё-то выходит пробуем звонить не знаю вышло ли набрать номер потому что это ужас же ни хрена так ладно пробуем тогда на него позвонить зазвонить или нет раздолбанный телефон разбитый да ни хрена себе он работает только дисплей расквашен а так работает даже не знаю в какие его тогда положить ну-ка за ну разбитый уж не знаю кладу нерабочие так чё у нас остается остается у нас вот такое здесь барахло вот такой айфон я под него искал аккумулятор это у нас фейковый айфон вот так можно аккумулятор прислонить так я не помню какой даже стороной а вот так по моему да и в рот его включить фейковый третий айфон ну и где изображение нет ничего нет во он включился ну давай же блин говно посмотрите так и включился я говнофон блин как сейчас пробовать звонить то я даже не знаю работает смотрите так пробуем звонить так блин здесь что две сим-карты что ли так пошло пошло ну и где и где нету звонка не знаю пробуем с другую сим-карту а б здесь есть какая-то хрень о ни хрена себе китайский говнофон говнофон телефон старый вроде работает подумайте только но видите работает старый старый работает но когда я говорю в другом телефоне слышно тиховато но из него слышно нормально ни хрена себе такой говне стоит работает а ну да здесь сим-карт вот же вторая стоит но он без аккумулятора и китайский ну смотрите рабочих телефонов у нас оказалось больше так ну и что осталось это проверять я не хочу я не знал здесь распиновку контакт в какой дарнуть аккумулятор а этот кто-то вечера раскрывал паял короче полный отстой этот точно не рабочий а этот вот даже хз хрен его знает ну радуйтесь телефоны закончены будем проверять сейчас следующие какие-нибудь находки так как вы помните был найден вот такой крутецкий фотоаппарат ни хрена себе так он даже был найден зарядкой но сейчас он не включается попробуем подзарядить ну якобы заряжается подождем ну где-то 15 минут прошло думаю уже уже думаю хватит на включение так вот интересно работает он или нет в прошлом выпуске были фотоаппарат один работал один нет включаем вау ни хрена себе сразу прям включился и показывает ого на хрена его тогда выкинули такой объектив ой здесь что-то вот эта вот штука не упружит ооо видите как хрень происходит она должна сама вот так вот останавливаться на середину возвращаться мне в принципе на это наплевать но кому-то видимо это было очень и пало мозги и решили просто от него избавиться такая вот ерундовая поломка сейчас поставим карту памяти и я уверен что он сфотографирует без каких-либо проблем так вот поставили карту памяти чтобы сфоткать ну так фокус давай получилось смотрите-ка ни фига себе кажется фокус не настраивает сделаем макро во теперь все показывает да так что очень крутая находка да смотрите как здесь перематывать а это увеличение просто вот такой блин а вот так что ли перематывать обалдеть смотрите здесь дата даже не взбилась еще а с тем подливались еще недавно вот такой классный фотоаппарат обалдеть одна из самых крутых находок наверное за этот год так что ставьте лайк за такую находку вы наверное все ждете проверку компового железа там же еще много у нас компов вот еще есть 2 часов не знал ну их оставим напоследок если хватит у меня на камере а то показано осталось всего 13 минут так ну и дадем на самое вкусное вот у нас есть комповое железо здесь материнка проц скор два дула два гига памяти и вот такая вот видеокарта 8600 gts сейчас мы это все поставим вот так и сейчас достанем блок питания монитор и попробуем это все включить запустится оно или нет так все подключили включаем блок питания пока ничего не произошло на плате ничего не вижу вообще что что-то светится о включилась смотрите но на мониторе пока ой монитор выкосил блин пока ничего нету цифр аналог цифр аналог мигает во картинка есть во смотрите нифига себе действительно это железо просто выкинули потому что оно устарело но пользуется им еще можно вот материнка была крутая для своего времени здесь у нас так подсвечивается эмблема asus вот сейчас пробуем еще раз включим долго вот почему-то она думает двойной старт еще потом опять отключается и вот все в принципе работает отвала чипа на видеокарте нету так монитор остается здесь потому что осталось два компа сейчас будем их проверять так вот первый такой двухъядерный атлон 64 x2 два люка памяти ну я уже показывал это в видео находках из чего он состоит сейчас будем пробовать его включать тут кстати кондеры ждут и на материнке ну что где у меня включение индикатор какой-то горит во включился нифига себе есть картинка есть чем-то несет вот эти кондеры ужасно раскалились на них даже руку держать нельзя но смотрите что изображение есть вот ну и покажет что нет винды нет скорее всего да сам комп хоть работает я уже думал что плат здесь может быть дохлая но надо будет менять кондеры потому что даже запах чувствуется но хоть железо само основной работает но если выкинули поэтому что видимо он не тормозит или что-то так сейчас нам надо из него выкрутить видюху потому что второй комп который нам надо проверить видюхи не имеет ее отсюда кто-то вытащил вот такая она ужасно вся забитая пылью но хоть работает так это вот такой огромный серверном корпусе тоже от ланша 4x2 но еще с ддр первой памятью и 939 сокета так все подключили пробуем включать ну давай включился ждем изображения ну что-то изображения нету нет изображения нету 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 да этот комп у нас не работает так ну короче этот комп у нас не работает скорее всего дохлая материнская плата или кто-то сюда впихнул процессы которые она не поддерживает может она такой двухъядерный не поддерживает блок питания другой ставил все другое ставил память другой ставил ни хрена толку никакого картинки нет а протца у меня сейчас такого древнего однояденного тоже просто нету чтоб проверить ее с другим протцом так ну и осталась у нас вот такая мелочевка двое часов вот такой импатришний плеер давайте сейчас это проверим так плеер даже заряжен сейчас карту памяти достанем какую-нибудь так ну и что включаем во работает зачем его выкинули неизвестно так ну и двое часов которые пока что не работают сейчас попробуем открыть крышку и посмотрим так вот дохлая батарейка сейчас попробуем найти замену замену вы не нашлось подзарядили и смотрим так смотрим да работают только стрелка как-то странно себя ведет должны ли так они ходить ну посмотрим настроили время по телефону и потом посмотрим если батарейка не сдохнет так ну и вторые так открыли тут батарейка вообще микроскопическая так ну и собственно естественно они ходят то есть проще выкинуть часы чем заменить батарейку то есть не чем заменить батарейку а чем открыть крышку вот открыть крышку это ужасно трудно так ну и что с этим пять минут походили вроде пока верно может они так должны ну что в принципе все самые интересные штуки закончились там осталась некоторая мелочь которую мне просто нет желания сейчас проверять вот такое интересное довольно у нас получилось видео фотоаппарат очень обрадовал что он работает в принципе ждите следующих видео думаю будет может еще интересней а пока что все больше половины всяких штук рабочих оказалось всем пока все еще не поднял в принципе все еще и все все еще